Многие магаданцы уже с нетерпением ждут снега. Понять их можно. Немало жителей столицы Колымы от мала до велика любят зимние виды спорта. Особое место среди них, конечно, занимают горные лыжи и очень популярный ныне сноуборд. Накануне начала зимнего спортивного сезона съемочная группа «Вечернего Магадана» выехала на склоны русской горнолыжной школы и узнала на месте, как скоро лыжники и сноубордисты начнут доказывать друг другу, кто круче. Да, можем похвастать. Мы уже две недели как стоим на снегу. Пока вот видите, идет естественный снег, мы стоим на искусственном. Значит, две недели мы уже как на искусственном снеге стоим. Первую неделю мы работали без подъемника, поскольку было небольшое пятно снега. Сейчас пятно уже гораздо больше и мы уже работаем с подъемниками. Ребята делают именно вкатывание, специальные упражнения для начала учебного сезона и уже начинаем ходить трассы. Значит, у нас два склона. Один более крутой, это тот, который вы сейчас видите. И есть еще и пологий склон для начинающих и для сноубордистов. Тоже, значит, запылен снегом и работает под подъемником. Для лыжников и сноубордистов-любителей также готовится склон. Поскольку погода позволяла, работы начались на две недели раньше обычного. Сначала формируют снежную подложку глубиной до 40 сантиметров. Это слой плотного снега, по которому может двигаться аэротрак. Параллельно создается дорожка для подъема наверх под подъемником. И на завершающем этапе специалисты РГШ создают искусственные препятствия – трамплины, бугры, ямки. Все это в итоге даст высококачественный рельефный склон, который так ценится спортсменами и любителями. Тренируемся мы уже вторую или уже третью неделю. Снега достаточно уже насыпали для тренировок. Сейчас погода теплая, поэтому пока что не сыпят. Но в принципе уже покров довольно-таки хороший для тренировок. Уже в ближайшее время магаданские спортсмены поедут на выездные соревнования. Спортивные планы у нас какие? У нас будут сейчас соревнования начнутся. В декабре уже будут выезды на соревнования поедут, на Кубки России, на первенства, на чемпионаты. В планах взять медали. В Магадане с 31 октября по 5 ноября проходит первенство города по баскетболу «Золотая корзина». Участники – ученики общеобразовательных учреждений. Соревнуются ребята в Дворце спорта. Это ежегодный турнир для школьников, спортсменов Нью-США, а также поселковых команд. На данный момент у нас две возрастные группы. Это 7-8 год и 4-6 год. Неплохо себя показывают ребята с Северо-Ивенска, с Тиньки, с Палатки. И также среди 7-8 года есть команды, которые себя хорошо проявляют. Команды играют в круг, и потом будет выявлен победитель. Победителя ждут грамоты, медали и Кубки за призовые места и за участие в соревнованиях. Цель этого первенства – вовлечь молодежь в регулярные занятия спортом, а также пропаганда здорового образа жизни. 4 ноября в России отмечают День народного единства. Праздник учредили федеральным законом. Президент подписал документ в 2004 году. Какова же история праздника? Это память о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение, под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободило Москву от польских интервентов. Связан праздник с окончанием смутного времени в России в 17 веке. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, знают ли они, что Россия отмечает 4 ноября. Смотрите, пожалуйста, что мы празднуем 4 ноября? Минин и Пожарский. Ой, Лена, а что мы празднуем? Не знаю. Ну, я думаю, я тебя знаю. Я уже все праздники позабывал за этой работой. Ну, это народного единства и примирения и так далее. 7 ноября по старому стилю. 7 ноября – это день революции, насколько я помню. День независимости. Спасибо. Так, 4 ноября, по-моему, день независимости. Ой, я даже не помню. Спасибо. Праздник день независимости. Не знаю. Ай, не знаю. Скажите, что мы празднуем 4 ноября? Не знаю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!